Благотворительные проекты Днепропетровской церкви «Дверь в небо» набирают свои обороты. Минувшие выходные для людей преклонного возраста, служение церкви «Золотой век» организовало праздничный рождественский концерт. Добрый день, дорогие родители, мамочки, папочки, очень рады вас всех видеть сегодня. Теплыми фразами любви приветствовал епископ церквей «Дверь в небо» Юрий Коновалов. Команда служителей церкви подготовила программу, которая вызывала радость и улыбку гостей. Здесь постарались показать и выразить важность, ценность и востребованность людей, даже в самый главный период их жизни. Ведь у христиан есть высказывания – верующие на пенсию не выходят, у них всегда есть труд в церкви. Только в Думе Божьем они могут себя чувствовать нужными, важными и полезными. Ведь у них действительно может быть огромное служение, которое никто не видит, но они могут молиться за людей, поддерживать других людей, молиться за внуков, если еще не спасены, за детей. Это прекрасное служение для них. Слава Богу за наших бабушек и дедушек. Посмотришь, они и в старости сочны, плодовиты и могут приносить много-много плода для Царства Божьего. Концерт был насыщен песнями, театральными постановками, стихами, добрыми словами и искренним поздравлением с Рождеством. Праздник с рождением Иисуса Христа. Он объединяет всех людей, верующих в Бога. Поэтому этот праздник, конечно, был на высоте от души и для души, и для людей. Спасибо вам за этот праздник. Понравилось, очень понравилось. Замечательные песни исполнения на высшем профессиональном уровне. Слава Богу! На сегодняшний день многие из присутствующих – инвалиды, одиноки и больны. Большинство из них мучаются и борются с багажом неправильных поступков в жизни, недостатков и проблем. Но в этот день они получили возможность примириться с Богом и получить надежду, которую Господь когда-то сказал через пророка Исаию. И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас. Преимущество этих людей в том, что они раньше увидят нашего Господа Иисуса Христа. И весь багаж жизненный, который был у них позади, все неправильные поступки, какие они делали, Бог им все простил. Их ожидает чудесная вечность на небесах. И еще большое преимущество, что они окружены любовью. Потому что только в Церкви Божьей может быть та любовь, настоящая любовь, которой нуждаются люди. Нуждаются люди, особенно в Золотом веке, которым 60 и более. Кульминацией праздника было вручение подарков, угощения и приглашение на богослужение в Церковь, где звучит Слово Божье, которое ободряет, утешает и исцеляет. В рамках празднования ежегодного благотворительного проекта «Вифлеемская звезда» Церковь Двернеба провела сегодня очень важное мероприятие с участием пожилых людей. Эти люди, которые также должны узнать настоящее значение Рождества. Мы собрали их, в основном это неверующие люди, и показали им, что значит Рождество Христово. Мы поздравили их песнями, всевозможными сценками, и, конечно же, не забыли дать им подарок. Господь любит их, и они должны об этом знать. Церковь планирует продолжать заботиться об этих людях, регулярно благовествуем о Христе, показывая им Божью любовь, заботу и желание Бога печься о них. Специально для христианских новостей. Анна Блоха, Ольга Лях, Днепропетровск, Украина.